Частоты и формы Итак, вот задача, значит, называется это решение, если вы помните, модальный анализ Мы находим частоты и моды Количество моды, количество частот, оно соответствует количеству степеней свободы Если у нас распределенные системы, то там количество степеней свободы бесконечно Но поскольку это конечный элементный анализ, все равно там будет дискретная модель Будет большое число Но разумно брать нижний, 3-4 частоты Это первая задача, модальная анализ Вторая задача, амплитудно-частотная характеристика Значит, в этом случае на конструкцию действует некоторое возмущение, которое меняется по гармоническому закону Мы меняем диапазон вот этого чистоты внешней силы омига в каком-то пределе И для каждого омига находим величину амплитудно Но для того, чтобы решить эту задачу, надо ввести коэффициент эльфирования, чтобы там бесконечности не входило резонансные частоты И обратите внимание, что после того, как вы эту задачу решили, я проверю, вы должны выйти Вот у нас есть дженера постпроцессора и тайм-хистри постпроцессора Вот в тайм-хистри постпроцессоре вы строите амплитудно-частотную характеристику По горизонтали у вас будет отложена частота в тех пределах, в которых вы ее меняли А по вертикали у вас будет отложено значение амплитудно Это вторая задача на собственную частоту Теперь третья задача Это отклик системы на внешнее воздействие Значит, здесь есть такая тонкость, о которой я говорил Что вот этот импульс или воздействие внешней силы надо будет сформировать В этом случае у вас будет не один лоуд степ, а будет несколько шагов То есть на первом шаге вы, например, нагрузку берете от нуля и задаете какое-то ее значение Оно меняется, скажем так, по линейному закону И в конце шага по времени 1 нагрузка достигает значения максимального, которое вы приложили Вот это решение перед счетом вы записываете в write, лоуд степ, 1 А потом на следующем шаге вы нагрузку, например, уменьшаете Вашей нагрузке до нуля Это будет у вас лоуд степ 2 А дальше нагрузки нет Значит, некоторый третий шаг будет, который будет во времени, сколько мы ограничили Когда будет все свободно То есть получается, что заданный импульс приложен к этой системе И эта система у нас колеблется в течение некоторого количества времени Вот такая у нас с вами задача Ну, к простейшим задачкам я также отнесу задачки статические На растяжение, сжатие, кручение и сгиб Может быть, несложная рамочка будет такая Вот, чтобы достойно выглядеть Садитесь, аккуратненько расписываете Все, решаете, просим Значит, задачки будут очень простые Малочка, может быть, самая рама несложная Но вы должны при мне это сделать Ясно, что тот человек, который не работал с программой, он этого не сделает Ну, это понятно А кто работал, тот сделает И сделает достаточно легко Достаточно легко Вот, да Теперь, ну, посмотрите Дополнительные вопросы Я в этом курсе практически все их рассказывал Если какие-то будут вопросы, еще... А вот к вопросам, значит, да Это дополнительные А вот вопросы основные Я предлагаю сейчас пробежаться еще раз И вам некоторую установку дать Вот их, видите, 26 вопросов И это все базовые вопросы Которые так или иначе у вас встречаются Ну, давайте начнем с первого вопроса Проекционно-сеточный характер МКР Чтобы ответить на этот вопрос Следует сказать Что мы ищем не истинное решение Которое существует Бесконечным ярмаром самолёвом пространстве А ищем некоторую проекцию решения Пространства базисных функций Где базисными функциями у нас являются Пусочно определенные функции Которые определены, как говорят, на конечном носителе Или не равны нулю только в пределах элемента Значит, мы задачу континуальную Так или иначе сводим к задаче дискретной Это у нас сеточная природа То есть, прошу прощения Проекционная природа Сеточная природа То, что мы континуальную задачу Сводим к задаче сеточной Дискретной У нас ищется решение в определенном количестве узлов А что происходит между узлами Зависит от нас Там мы восстанавливаем это поведение С помощью функций формы Значит, вот обратите внимание Про функции формы Я внимательно буду спрашивать Теперь, метод прямых жесткостей Это самая первая задачка, которая у нас была Стержем на растяжение и сжатие Почему называется метод прямых жесткостей? Потому что мы с вами обладаем некоторыми формулами С помощью которых мы можем установить связь Между перемещением и усилием При растяжении и сжатии, при крючении Тогда мы должны знать определение Это наше базовое определение Компоненты жесткости и житой Компонента матрицы жесткости К и Житая Численная равна величине обобщенного усилия Действующей по направлению И Вызванной и вызывающей Единичное обобщенное перемещение Собственно, используя это определение Мы даем несколько тестов И строим матрицу Симплекс-элементом Растяжение сжатия Я думаю, что это упорно Теперь построение матрицы жесткости При плоском изгибе Ну, здесь тот же самый метод прямых жесткостей Только теперь вам придется Посмотреть элемент, который работает на изгиб У него есть перемещение узловое и углы поворота Матрица 4х4 Значит, тоже делаем эти тесты Используем дифференциальное уравнение И получаем матрицу жесткости элемента при плоском изгибе Теперь получение матрицы жесткости И пространственной балки Опять вы можете рассказать Значит, что в данном случае тестов у нас будет уже больше Теперь там есть достаточно сложные формулы, которые вы не запомните Поэтому можно эти формулы посмотреть и из конспекта, и из интернета, где хотите То есть иллюстрация может быть любая Но вот важно, чтобы вы понимали и ответили за те вопросы Вот в частности, там есть вопрос Почему мы считаем только один блок К1,1, который равен 6 на 6 И как мы находим три оставшихся блока этой матрицы Помните, да? Понятие глобальных и локальных системных координат Формулы перехода для пространства и балочных переводов Мы с вами знаем, что удобнее всего Матрицу жесткости построить в локальной системе Для локальной системы существуют очень строгие правила Правила такие Ось Х будет направлена от узла 1 к узлу 2 А если это пространство, то нам нужен еще один узел Который называется ориентационный Третий узел Который определит положение плоскости Х, З И локальные системы координат у нас четко определены Кроме того, обратите внимание Что когда мы посчитаем напряжение в элементах То эти напряжения тоже даются в локальной системе координат А что такое глобальная система? Зачем она нужна? Ясно, что исходная информация Системы чертежа у нас задается в глобальной системе И когда происходит сборка отдельных матриц жесткости Мы не можем собирать матрицы жесткости, которые находятся в разных локальных системах Значит, мы должны эту систему привести к единой системе, глобальной Но кто помнит, как осуществляется переход? Какая-то матрица Она называется матрица трансформации Но эта матрица трансформации тянет за собой знание еще какой матрицы Матрицы направляющих косинусов Где каждый косинус, допустим, Х большой, Х малый Означает, что это косинус угла, который осуществляется при повороте от первой оси ко второй оси От глобальной оси к локальной Матрица направляющих косинусов имеет размеры с 3 на 3 Но поскольку векторов у нас может быть в каждом узле больше Например, вектор перемещения и вектор углов поворота То матрица трансформации строится из набора матриц направляющих косинусов Вот об этом нужно будет вам помнить Теперь дальше Построение матрицы жесткости треугольного синтеза элементов Для решения плоской задачи Вопрос объемный И он связан, можно тоже посмотреть Он связан тем, что там используются так называемые Ну, самое простое представление функции Это линейная аппроксимация Мы считаем, что функция перемещения У и В внутри элемента Меняется по линейному закону Тогда нам нужно найти коэффициенты этого линейного соотношения Мы находим эти коэффициенты из такого предположения Что если координата совпадет с координатом узла То текущее перемещение в этой точке должно соответствовать узловому перемещению Получается как раз система замкнута Которая позволяет нам найти все коэффициенты И построить матрицу жесткости Но обращаю внимание, что тут рядышком, близко Это значит вопрос о так называемых л-координатах Или барицентрических координатах Он немножко дальше будет Который заключается в том, что если я помещу точку в середине треугольника И построю треугольник на этой вершине и противом лежащей стороне То отношение площади этого треугольника к площади всего треугольника будет равняться л-координатам И дальше отсюда есть еще один важный вывод Который дальше мы рассматриваем и мы должны знать Это требования к функциям формы Требования оказываются какие? В своем узле функция формы должна равняться чему? Единица А в чем же узле? А в текущей сумме всех функций формы в текущей точке внутри единицы? Тоже единица Иначе при смещении как жесткого церва у нас возникла деформация Вот такая у нас с вами, как говорится, речь Регулярные методы построения треугольных элементов Л-координат Под регулярными методами понимается Что мы теперь можем не только трехузловой элемент линейный построить А можем построить элемент шестиузловой квадратичный А дальше у нас может быть десятиузловой Но здесь есть такая тонкость, которая опять потихонечку подходит Это непрерывность или условие сшивки на границе элементов Вот в данном случае для таких элементов Как бы мы количество узлов не увеличивали Сшивка будет ценна На границе будут равняться друг другу только сами функции А угол наклона может иметь разрыв Или другими словами, вот та поверхность такая воображаемая Которую мы сделали с помощью депутации Она выглядит таким образом Если элемент симплексный треугольник То это фасетчатая поверхность из треугольных плоскостей Которая описывает нашу поверхность Вот у нас с вами очень хорошая аналогия с облаком точек Состоять форматом Там примерно такая же ситуация Ближайшие точки определяются Строится треугольная плоскость Определяются нормальные плоскости По обходу этих вершин Вот такая получается картинка Если мы хотим треугольники взять квадратичные То система будет такая Что будет некоторая поверхность На которую накинута сеть с треугольными ячейками В пределах каждого элемента Это будет кривая второго порядка Но все равно при стыке Значит условно говоря Нить этой сети она немножко продавливает И угол будет раз Говоря о непрерывности Мы с вами к этому тоже придем Ситуация вот какая Значит мы говорили об условиях сходимости Конечных элементов аппроксимации И вот там была такая вещь Что функция формы должна быть дифференцирована столько раз Каков наивысший порядок производной функционали Вот если у нас это задача теории упругости То там одна производная Когда мы записываем реформацию И поэтому можно взять линейную функцию А вот если бы у нас функционал был второго порядка Который у нас описывает перемещение пластин Перемещение балок То там функционал у вас имеет вторую производную Которая имеет смысл кривизны Кривизна если вы помните Там непрерывность нужна С1 Но у нас слава богу Выше чем С1 Задачки не появляются Может кто-то будет решать Вот в основном С0 непрерывность достаточно И С1 для пластин И оболочек Вот функция формы БМКА Построение матрицы жесткости вектор узловых сил Методом минимизации полной потенциальной энергии Вопрос сложный Вам нужно будет выписать В матрично-векторном виде Основные соотношения теории утрости Вот на последней лекции я еще раз к этому вернулся Я их выписал Это уравнение равновесия Уравнение совместности И физический закон А далее мы с вами записали Полную потенциальную энергию системы Которая определяется Как потенциальной энергией деформации И потенциал внешних сил Который берется со знаками Если мы используем Вариационный принцип То уравнение равновесия Мы заменяем Вариационный принцип Который считается таким образом Что система находится В равновесии Если Вот Вариация полной потенциальной энергии В этой точке равна Или другими словами Это практически Производная от нашего воображения По варьированному параметру Только по перевещению Если Образно рассуждать О вот этом Вариационном принципе То выглядит Примерно так Вот представьте себе Что мы ищем И ставим задачу Найти поле перемещения В нашей конструкции Значит мы должны определить Перемещение Во всех узлах Это поле перемещения Должно удовлетворять Кинематическим Граничным условиям То есть там Где система закреплена Там перемещения Быть не должно И вот я теперь Рассматриваю Все возможные варианты Поле перемещения Которые удовлетворяют Условия Кинематические И истинным Поле перемещения Которое соответствует Будет то поле Которое Даст минимум Полный потенциальный энергии Но Здесь у меня этого вопроса нет Но я могу спросить А другие существуют Принципы варьированных Существуют В частности Существует Принцип Дополнительной работы Либо принцип Костелина Он читается Таким образом Вот И является Эквивалентом Варьированном Вравнении Сомнительности Представьте себе Что я могу Просмотреть Любые поля усилий То есть усилия Которые у нас Возникают Значит В услугах Ну если Распределенная Если Континуальная задача То это Поле напряжения Это поле напряжения Должно удовлетворять Теперь условиям Статическим Это означает Что если Например На гранине На некоторой поверхности Действует давление То напряжение На поверхности Должно Равняться Давлению Понятно Так вот И всех Возможных Полей Напряженного Состояния Истинно Вливается То поле Которое Доставляет Минимум Функционал Дополнительной работы Ну Эти вещи Они Знаете Немножко Так Вас Развышают Понимание Должно быть И если Например Дальше Есть еще Гибридные Принципы Можно Сделать Функционал Смешанный Тогда Одновременно Варьируется И поле Перемещения Которое Удовлетворяет Кинематическим Условиям И поле Напряжения Которое Удовлетворяет Статическим Условиям И просматриваются Все Возможные Пары Этих Полей И вот Среди всех Возможных Пар Истинной Пары Будет Та пара Которая Удовлетворяет Уравнением Состояния А именно Закону Или Вариационному Принципу Гибридному Вот такая Тройственная Картиночка Есть Обратите Внимание Что у нас Есть Дифференциальная Постановка Задачи Когда мы Должны Влом Решить Систему Дифференциальных И постановка Есть Вариационная Когда Одну Из систем Мы С вами Заменяем Вариационным Принципом И добиваемся Минимум Вариационного Принципа Далее Совместные Несовместные Конечные Элементы Здесь есть Функции Формулы Значит Требования Функции Формулы Своему Зроединицу Чужой Моль А Те элементы Которые Удовлетворяют Этим Требованиям Да И Кроме Того Здесь Нужно Сказать Об условиях Сходимости О которых Мы Говорили С вами Вот Условия Сходимости Они Следующие Что Функция Формулы Должна Дифференцировать В Требый Раз Каком Наивысший Порядок Производный Функционал И На Границе При Переходе От Одного Элемента К Когда Мы Рассматриваем Условия Сшивки Стыковки Двух Соседних Элементов Значит Непрерывность Должна У нас Быть Только На Единицу Меньше Чем Максимальный Порядок Производный Функционал То есть Если У нас Есть Балка Где Вторая Производная То Мы Сшивать Должны Элементы Так Чтобы С1 Была Непрерывность То есть Угол Равняется В противном Случа Здесь В стыке Элементов Будет Накапливаться Энергия И наш Вариационный Принцип Даст Как говорится Питер Мы Не будем Решать Такая задача Кусочно Определенный Продолжение следует